Приветствую вас, давайте разберем наш вопрос. Мышь стал курить, поменял работу, меньше зарабатывает, все время стал говорить, то прическа не та, то одеты не так, в постели тоже проблемы, а может, ну и 42 года, еще к тому же живем в квартире с родителями, с родителями с кровью подливают воду все время, детей нет, не получилось. Вопрос, стоит ли на него тратить свое время? Ну, смотрите, здесь есть несколько аспектов, во-первых, а если Мышь стал так себя вести, то, наверное, у Этого есть какие-то причины, что он себя так стал вести, это первое. И вопрос в том, хотите ли вы понять, что это за причина? Вот. То есть, хотите ли вы увидеть картину того, что происходит с вашим мужем? И, может быть, помочь ему. Ну, с другой стороны, если Мусь не считает проблемой то, что с ним происходит, то вопрос в том, принимаете ли вы его таким. таким. Лично мне показалось, что ставил вопрос так, то есть, ставил вопрос по поводу времени и тратить тратить времени на него. На мой взгляд, ну, очевидно, что вы не хотите. Если вы хотите, да, если вы вот хотите, быть с ним, то, опять же, как мне показалось, что вы хотите с ним быть, как бы в надежде, на то, что он изменится. То есть вот именно надежда у вас есть, что он станет, ну, другим, что он станет вот, что он поменяется как бы. И тут я хочу, конечно, сразу сказать о том, а что если он не поменяется, так как, что если он не изменится, что если он вот, будет таким же, и вот если вы готовы это принять, то что он не изменится, да, вам можно быть вместе, абсолютно нормально, что вы вместе и так далее. Но если вам его принять не получается, то конечно же нет. В этом смысле нет. То есть есть история вот в этом смысле, она достаточно проста, на мой взгляд, вы либо чувствуете, что принимаете человека и вам хорошо с ним, либо нет, вы не принимаете, вам не хорошо. И вот когда вы говорите, стоит ли тратить на него время, из какого чувства вы это говорите. То есть что для вас тратка времени. Вот. И как вы сами к этому относитесь. К тому, что вы тратите время на кого-то. на этом всё, надеюсь, что помог вам, буду благодарен за обратную связь по моему ответу, позволит вам начать над собой работу. Желаю вам всего самого доброго, удачи, обращайтесь за помощью.